Доброго дня и ночи, дорогой слушатель! Прежде чем перейти к видео о культуре Land of Good, предлагаю сначала разобрать модель ордексианского общества, с пониманием которой будет легче понять систему просвещения и развития. Ордексианское общество представляет собой содружество разных социумов, воплощенных в независимых, самообеспечивающихся поселениях-ордексах, которые объединены одной идеей Land of Good. Чтобы внедрить ордексианскую модель в наш мир, надо, чтобы современное общество распалось на множество подобществ, которые мы называем ордексами. У каждого ордекса свое энерго- и водоснабжение, производство продуктов питания и переработка отходов, своя организация быта, просвещения и инфраструктура. Это экопоселение, в котором происходит плавное слияние фермы и города с природной экосистемой, и которое объединяет людей схожими потребностями и идеалами без какой-либо оппозиции. Хотя ордекс является автономной единицей, он объединен с другими ордексами с сетевым взаимодействием, которое строится на принципах открытости и доверительности, профессионализма, развития общественной инициативы, поддержки и стимулирования инноваций, всестороннего партнерства и сотрудничества. В случае Land of Good все ордексы объединены одной целью добра и стремления к благосостоянию и процветанию, но свободны в своем выборе пути к этим целям. Они не вмешиваются в дела друг друга, кроме как по обоюдному желанию. К сожалению, уже успел сложиться стереотип экопоселения. Возвращение в природу иногда кажется нам шагом назад, который ведет к деградации. Когда говоришь экопоселение, многие представляют себе деревню или колхоз, как имя нарицательное. Однако этот проект не строит ни деревню, ни колхоз, а ордексы. Ордекс – это мастерская создания нового человека, нового типа людей, которые достигли бы такого уровня сознания, который в конечном итоге позволил бы им развить сверхъестественные способности. Это люди гармонии, которые каждый по-своему будет создавать все условия для успешного выхода человечества в космос. В ордексианском обществе произойдет раздробление на, так сказать, клубы по интересам, социумы по интересам. Будут ордексы ученых, экспериментаторов, фермеров, инженеров, лабораторий и так далее. Возможно, этот проект не для людей, которые думают, что скоро пройдет пандемия, экономика пойдет на взлет и мы заживем прошлой жизнью. Этот проект больше для тех, кто замечает перемены и чувствует образование совершенно новой для нас среды обитания, как природной, так и эмоциональной. Это среда свободы мысли, идей, чувств, передвижения, выбора, личной ответственности, творчества и новых технологий. А так как Россия в силу своих территориальных, географических, ресурсных и культурных преимуществ представляет собой мозг человечества, то на Россию ложится большая ответственность. Так вот, Land of Good создана для людей, которые постепенно пробуждаются в сознании того, что Россию надо сейчас уже готовить к тому, что она будет подавать пример, благой пример, возможно, всему миру. А вот теперь, если позволите, я объясню, почему этот проект разрабатывает именно ардексианскую модель общества. Много лет я находилась в поисках единственно верного уклада общества, который бы вел каждого из нас к благосостоянию и миру. Был произведен анализ всех известных общественных структур от коммунизма и анархии до капитализма и диктатуры, от западных до восточных моделей общества, от Конфуция до Карла Маркса и, на всякий случай, всех религиозных писаний. Проводились также исследования на месте. Я жила и бывала во многих странах и культурах, проводя время с местными жителями. Чем больше я искала, тем больше убеждалась, что в условиях патриархата найти идеальную структуру не удастся. Если даже какому-нибудь обществу и давалось обрести мир и счастье, всегда находилось другое общество, которому это действовало на нервы и которому его обязательно надо было узурпировать. Не найдя ответов в патриархальной эре, которая, по моим подсчетам, началась примерно в девятом тысячелетии до нашей эры, я углубилась дальше в историю, во времена матриархальной эры, которая существовала до девятого тысячелетия до нашей эры. Из новых археологических и антропологических свидетельств я многое смогла почерпнуть из матриархального образа жизни. Это привело к анализу общественных структур наших предков Homo erectus, Homo habilis, Homo rudolphensis, неандертальцев, кроманьонцев, австралопитеков и так далее. И уже оттуда дошла до наших самых далеких предков обезьян. Меня поразило сходство между общественными структурами обезьян и современного человека. У шимпанзе, павианов, горилл, лемуров, бонобо, гиббонов и кротких лемуров я обнаружила, соответственно, и иерархический тоталитаризм, монархию, диктатуру с гаремом, гендерное равенство, коммунизм, общество семейного подряда и отшельничество. Есть еще много других обезьян, и все они живут в общественных структурах, которые можно найти у нас, людей. Получается, Homo sapiens не изобрел ничего нового в области общественных структур. Возможно, это потому, что геном человека на 99% идентичен геному шимпанзе, на 96% геному горилл, сходство с бонобо на 97,7%. Так как гены практически вечны, не стоит удивляться, что спустя миллионы лет наши социумы все еще организованы тем же способом. Получается, все люди на планете являются информационными и носителями всех когда-либо существующих общественных структур. Однако, по неведомой науке причине, какие-то гены включаются, а какие-то нет. Похоже, что у разных людей включаются разные гены. Некоторые из нас в этой жизни больше, так сказать, бонобо, некоторые больше шимпанзе или павианы или лемуры. Из-за непрерывной миграции мы все смешались. Люди с преобладающими генами шимпанзе начались жить с людьми с генами павиана, а гены орангутанга с гориллами – это полная неразбериха. Напрашивается вывод, так вот почему принадлежность к одной культуре или стране не гарантирует желание все время быть частью этой культуры. То есть вы можете родиться и прожить всю жизнь в демократической стране, но если в вас включен ген павиана, вы не будете чувствовать себя комфортно, потому что этот ген заставляет вас тосковать по тоталитарной власти сильного лидера, который бы принимал за вас все важные решения. Таким образом, несмотря на все прелести демократии, вы не сможете ею наслаждаться. Получается, чтобы построить общество, которое бы срабатывало для всех и каждого, вы должны принять, что нет плохих или хороших моделей общества, а есть только фактор эквивалентности, подходит ли вам эта система или нет, включен ли у вас ген этой системы, резонируете ли вы с этой системой. Нам надо принять, что есть такие люди, которые чувствуют себя лучше под властью сильного лидера, даже диктатора, как гориллы, или монарха, как павианы. И это не хорошо, не плохо. Это и есть разнообразие. Надо также принять, что есть люди, которым нравится выполнять исполнительную работу. И это есть прекрасно, такие люди тоже нужны. В Land of Good все люди имеют право на счастье и духовный рост. Успех общества – это не когда все и все одинаково, а когда разнообразие находится в гармонии, в балансе. Преимущество Land of Good в том, что здесь есть место каждому. Как и у наших младших братьев-приматов, Land of Good тоже должны быть представлены разные общественные структуры. От демократии до социализма, от коммунизма до капитализма, от монархии до диктатуры, от сыроедов до вегетарианцев, от магов до йогов и так далее. Конечно, создать мирное сосуществование и успешное сотрудничество, например, с диктатурой, потребует определенной подготовки со всех сторон и знаний, как направить любую общественную энергию в позитивное русло. Именно поэтому просвещение выходит на первый план в Land of Good, о котором мы еще поговорим. Безусловно, есть и другие гены, которые включаются в индивидуумы, на которые накладываются еще не генетические факторы. Исследования показали, что окружающая среда, воспитание, образование и медитация могут оказывать влияние на то, какой ген активирован. Оказывается, благоприятная, здоровая окружающая среда может даже повлиять на отключение потенциально вредного гена. Итак, человек – существо настолько сложное, что любые попытки подмять его под один общественный строй, есть рецепт для проблем. То есть, получается, надо искать не одну на всех идеальную общественную структуру, а развивать чем больше отдельных жизнеспособных социумов, тем лучше. Время пришло красиво, достойно разъединиться. Время объединяться придет, когда идеалы и цели будут резонировать в унисон. Ордексианская модель общества удобна тем, что она дает свободу выбора Ордекса, который наиболее резонирует с вами на конкретном этапе жизни. Если Ордекс в какой-то момент перестает с вами резонировать, вы свободны присоединиться к другому. Или начать свой Ордекс, в котором вы можете развивать свои идеи. Принцип свободной миграции будет поддерживать естественный отбор Ордексов. Ордексианское общество – это гибкий живой организм. Как мы знаем из кибернетики, самый гибкий элемент становится управляющим. Разделение на страны, нации и национальности все больше будет отходить на второй план. А разнообразие человечества на первой. И эта тенденция уже видна. Процесс раздробления уже запущен. Многие страны раскалываются на лагеря. Пошел процесс децентрализации всего. Управление, экономика, культуры. Начинают самоорганизовываться эко-поселения. Ордексы в городах самоорганизовываются целые районы. И общество будет продолжать делиться. Однако одного создания Ордексов недостаточно. Как и в нашем патриархальном мире существует так называемый единый мировой порядок, или система, которая связывает и координирует все страны, так и Ордексы должны регулироваться одной универсальной структурой. Эта структура и есть Land of Good. Несмотря на то, что у каждого Ордекса будет свое представление о процветании и свой способ его достижения, все Ордексы объединены целями Land of Good. Первая цель – это благосостояние и баланс внутреннего и материального мира каждого человека. И вторая – это создание всех условий для выхода человечества в космос. Задача Land of Good как системы – это поддержание свободы, безопасности, физического и эмоционального здоровья и благополучия каждого Ордексиста в Land of Good. Задача Ордексистов – стремиться к добру в людях и обществе. Как добиться того, чтобы люди обладали таким уровнем сознания, ответственности и самодисциплины? Мы будем приятно удивлены, если узнаем, сколько людей уже развивают такое сознание. В Land of Good самопознание, изучение себя выйдет на первый план. Появится интерес к развитию внутреннего мира, внутреннего потенциала. В Land of Good будет предлагаться обучение искусству владения внутренней навигацией, эмоциональное просвещение, обучение искусству переговоров, практика высоких вибраций, медитации. Для детей школа приобретет значение веселого и продуктивного занятия, где будет преподаваться доброта, непривязанность, востребовательность, общительность, медитация. Предполагается, что такая активная внутренняя самостимуляция будет развивать те части мозга, которые позволят создавать технологии, которые патриархальное общество называет магией и волшебством. Нам могут открыться многие тайны Вселенной. Однако отпустить старый уклад жизни будет не всегда легко. Терпение к тем, кому еще предстоит пробудиться, необходимо. Людям-первопроходцам надо объединяться, помогать друг другу, слышать друг друга. Не претендовать на пальму первенства ее не будет. Пальма первенства и сотворение идола остаются в патриархате. Благодаря воспитанию таких качеств, как доверие, ответственность и радость, мы сможем обмениваться опытом, хозяйством, домами, делиться транспортными средствами и техникой, выполнять сезонные проекты и приключенческие работы, объединяться в знаниях и исследованиях и ни от кого не зависеть, кроме как от собственной совести. Вот почему просвещение так важно в Лендергот. Оно действительно может изменить жизнь к лучшему. В следующем видео я постараюсь рассказать о двуединном управлении Ордексом и важной роли Матроны, Великой Матери, которая стоит за Великим Отцом. Благодарю каждого из вас.